Семен, спасибо, что согласились поговорить с нами, но прежде всего, наверное, о причине вашего приезда в Ереван. Это спектакль «Чемодан», премьера которого состоится буквально на днях, спектакль по Довлатову. Почему актуален, на ваш взгляд, Довлатов сегодня? Лично для меня или вообще? Лично для вас, в первую очередь. Ну, лично для меня, наверное, во многом потому, что он сам эмигрант, как и я. Я живу в Барселоне уже два года, и мне кажется, что есть какие-то точки пресечения. Кроме того, я даже озвучил это в своем посте, когда анонсировал спектакль. Так вышло. У меня Довлатова очень любит отец, и в 19-м году мне посчастливилось, я был в Нью-Йорке. И я был на еврейском кладбище, где он захоронен, в Нью-Йорке. Я сидел и медитировал. У меня тогда был сложный период, я только учился медитациям. Я почему-то считал, что это будет хорошее место. Я почувствовал какую-то связь с этим человеком. Поэтому, да, для меня он актуально, в первую очередь, потому что сама его судьба, его творчество может быть понятно людям, которые сейчас оказались в схожей ситуации, когда они лишились дома, но при этом не утратили надежды, не утратили какого-то оптимистичного взгляда на жизнь. Чемодан – это сборник рассказов, да? Упакованный вот жизненными воспоминаниями, какими-то яркими моментами. У вас за время миграции свой чемодан уже собрался? Да, да, я даже тоже это упоминал в посте. У меня, конечно, не так феерически смешно был упакован чемодан, как у Довлатова, потому что у него, конечно, просто куча какого-то барахла, которое даже странно, что он с собой взял. Тем не менее, с этим барахлом связана история. У меня тоже, я в какой-то момент обнаружил, что я увез больше книг, чем личных вещей. Я всю жизнь собирал коллекции разных книг Герберта Уэллса, Беляева. Я в детстве очень любил Беляева, у меня было полное собрание сочинений, поэтому я огромное количество книжек просто утащил, потому что думал, что никогда с ними больше не увижусь и таскаю в основном с квартиры на квартиру какую-то личную библиотеку. А из одежды, конечно, у меня тоже есть какие-то вещи, которые я в жуткой суматохе просто подумал, что буду их носить, не знаю, бросил в чемодан, и теперь они просто где-то висят в гардеробе, может быть, со дня на день я опять, ну, не в смысле опять, а вспомню какую-нибудь историю, связанную с ними, и появится какой-нибудь рассказ забавный, почему нет. Я вспоминаю ваше интервью вот в самом начале, да, после февраля 22-го года, и вы такой были наполнены оптимизмом человеком. Удалось сохранить этот оптимизм? У меня есть хорошая шутка, которую я люблю повторять, что пессимист это человек, который говорит, хуже быть не может, оптимизм говорит, да может, может. Вот, в этом смысле, конечно. Чемоданное настроение в окружении в мигрантском, на ваш взгляд, оно ушло, ну, я имею в виду, знаете, вот была белая миграция, они до конца жизни были на чемоданах и верили, что вот сейчас-сейчас советская власть падет, но так и не случилось. Вот такое чемоданное настроение вокруг, а может быть, у вас есть, или уже все-таки свыклись с мыслью, что миграция это надолго, если не навсегда? Ну, я лично уже свыкся. Я как бы люблю быть в этом смысле прозрачным, конечно, будучи человеком юным, я надеялся, что это все гораздо быстрее закончится. И в первую очередь не потому, что я как-то страстно желал вернуться, а просто потому, что, ну, для меня невыносимо просыпаться каждый день и осознавать, что продолжают погибать люди ни за что, ни про что, и конца и края этому не видно. И, конечно, я первое время лелеял надеждой, что, ну, произойдет чудо, потому что, конечно, хотя я очень молод и очень адаптивен, и мне удалось выучить иностранные языки, я уже начал, получил какие-то первые иностранные работы по профессии, но я не могу сказать, что это было легко. Конечно, было бы легче вернуться и работать у себя на родине, на своем языке, в индустрии, в которой мне уже удалось создать себе какое-то имя и репутацию. Сейчас у меня, как бы, такой жизненный период, когда я волею судьбы вынужден состроить сначала. Это интересный опыт. То есть, сейчас уже я бы вряд ли от него отказался, потому что он мне принес много новых знаний, много новых возможностей, а самое главное, что в некотором смысле даже излечил меня. Отчего? Ну, профессия актерская, она такая про художественное выдавание мыльных пузырей, и очень многие артисты продают очень много значения этим мыльным пузырям. И вот даже сейчас, на примере, я не знаю, ну, каких-то, ну, например, индустрии, в которой я рос и формировался, я могу отчетливо видеть, что люди делают выбор соучаствовать во зле, ну, отдавая предпочтение вещам, которые я лично называю мыльными пузырями. Вот. Поэтому, конечно, в эмиграции твоя жизнь упрощается очень сильно. Ты становишься очень простым, смотришь на вещи проще, и для тебя в приоритете становится просто жизнь, какие-то простые жизненные ощущения. Ощущение, что тебя любят, ощущение, что тебя могут выслушать, ощущение, что тебе есть что сказать и есть с кем поговорить. Вот. Поэтому я бы не стал пытаться сохранить актерскую профессию в России, потому что я четко понимаю, что там сейчас таких вещей я бы для себя не смог сыскать. Я, собственно, ее поэтому и не сохранил там. Вот вы вспомнили оптимиста и пессимиста, наверное, знаете, есть такой старый театральный анекдот про трагика и комика, когда трагик сидит и говорит, не зовут, не зовут, забыли, а комик говорит, не зовут, помнит. Это я по поводу хейта, который, конечно же, на людей вашей профессии, на людей публичных обрушился в невообразимых масштабах тогда в феврале и, наверное, в течение всего 22 года. Сейчас с этим как обстоят дела? Помнят или не зовут? И то, и то, я думаю. Я думаю, что к этому можно относиться и так, и так. Хейт продолжается в любом случае, потому что людям страшно, люди напуганы, люди еще не выработали механизм, как справиться. Да, они не могли бы выработать, потому что еще ничего не закончилось. То есть мы находимся в каком-то длящемся падении куда-то и еще не приземлились. Вот. И, конечно, люди хейтят, потому что, когда ты летишь в пропасть, ты пытаешься сделать вид, что этого не происходит. Любой человек, который пытается обратить твое внимание специально на это, ну, вызывает раздражение. Я могу понять людей, я давно перестал на них обижаться. Единственное, за что мне горько, что, ну, потом будет сложно добиться от них какой-то ответственность, а не действовать в состоянии аффекта, по большому счету. То есть, как бы, мне бы очень хотелось, чтобы они несли ответственность, но я прекрасно понимаю, что человек, который несет ответственность за то, что он делает, говорит и чувствует, ну, он просто не станет себя так вести. А если он так себя ведет, ну, ну, как бы, как же это называется? Не ведут, что творят. Вот. Коллеги, с которыми вы работаете в спектакле «Чемодан», они живут в России. Да. Это накладывает отпечаток на общение между вами? Ну, у меня в России живет мама, у меня в России живут друзья, у меня все равно среди коллег осталось огромное количество друзей, любимых людей, по которым я невообразимо скучаю. Мне снятся сны о том, как я возвращаюсь в Россию и просто в каких-то местах, в которых мне приятно находиться, нахожусь. Вот такие мне сны посылает психика. Я думаю, что если бы мои коллеги как-то сильно были бы, как сказать, были бы какими-то другими людьми, может быть, это и накладывало бы какой-то отпечаток. А так, я с ними был знаком до всего этого, и я рад, что они согласились работать со мной, потому что я думаю, в первую очередь, это опасно для них, раз они живут в России, я все-таки иноагент и так далее. Вот. Поэтому классно, что мы можем что-то сделать вместе. Мне кажется, что... Ну, мне кажется, что пора отойти от такого радикального представления, что люди, которые остаются в России по тем или иным причинам, ну, какие-то обязательно злодеи. Мне же неприятно думать, что моя мама злодейка, например, да, или мои друзья. Ну, а те, кто злодеи, ну, мы их знаем, слышим, видим, они выступают и как бы пространство для домыслов не оставляют. Вот, вы знаете, судя по последнему ответу, мне все-таки показалось, что вы хотели бы взять обратный билет на перроне, о котором поет Алексей Корни в своих песнях и в этом спектакле. Слушайте, ну, это... Ну, как, это фантомы. Это, мне кажется, любой мигрант с этим имеет дело. Я вот читаю книжки Гайто Газданова, например. Это известный писатель-эмигрант, как раз Белая Гвардия. Он получил блестящее образование в Сарбоне и полжизни работал мойщиком паровозов, шофером ночного такси. И у него, если читать его литературу, при том, что он всю жизнь в итоге прожил и не мог вернуться в СССР, ну, его просто преследовали фантомы его юности, какие-то вещи, которые ему были дороги. Я не думаю, что между этим можно провести вот прям прямую линию, что он хотел вернуться. Я думаю, это более сложный процесс, ну, как бы побуждающий его размышлять о том, что с ним случилось, побуждающий его, ну, какое-то художественное высказание формировать и так далее. В этом смысле, наверное, в этих переживаниях даже есть какая-то практическая польза. Ну, если бы я не был, например, не причастен к какой-то художественной профессии, ну, вокруг меня много людей, которые уже вернулись и возвращаются. И мне больно только от того, что таким образом они укрепляют иллюзию путинскую. Но каждый человек сам срушает свой выбор. Ну, это повод, не знаю, подвергать их критике, осуждению, на ваш взгляд? Те, кто возвращается? Нет, я думаю, что нет. Хотя, конечно, я воспринимаю это болезненно, как я и сообщил. Но я бы не стал их судить и критиковать за это. Я считаю, что судить и критиковать нужно только тех, кто ярко, публично поддерживает войну, является ее спонсором, является ее идейным сподвижником, ну, и так далее. А вот те люди, о которых вы сейчас сказали, у них будет возможность и будет ли желание взять обратный билет когда-нибудь? Не могу за них сказать. Люди, вы имеете в виду, я просто не очень... Те, которые поддерживают путинский режим, поддерживают войну... А, обратный билет из? Обратный билет, как раскаяние, наверное. Ну, я такой... Простите уж за образ, да, такое. Слушайте, ну, мне вообще тяжело об этом рассуждать. У меня, безусловно, есть свое мнение. Просто это такая чувствительная тема и для россиян, и для украинцев. Вот, поэтому я выскажусь аккуратно. Мне кажется, что до тех пор, пока это не закончится, даже разговора такого не может начаться. Потому что только когда закончится, будет оценен масштаб, да? Станет понятен вообще масштаб работы, которая предстоит. Но по моей личной оценке, ну, это такой масштаб, который я не застану конца, я думаю. То есть при моей жизни вряд ли. Ну, что далеко ходить, я приведу вам простой пример. У меня родители живут в Латвии, и я ходил на отчетный спектакль, который немецкая детская театральная студия привозила в Латвию. Это был спектакль про плохих немцев и хороших евреев в гетто спустя 80 лет после войны. Эти дети ни сном, ни духом, тем не менее, в рамках какого-то внутреннего национального комплекса они продолжают ездить с подобными спектаклями. Поэтому непредсказуемо, видите? Может быть так, может быть гораздо быстрее. Это такая сложная тема, в которой, я думаю, у меня недостаточно компетенции, чтобы на правах прям мыслителя высказываться. Ну, вот все, что я думал, я сказал. Спасибо за разговор. Спасибо вам огромное.